И снова здравствуйте, друзья! Сегодня у нас будет обзор на новинку. Новинку от компании Интерскол на инструмент под названием Multimax. Хотя он называется MMM 18V, но это только тушка, то есть само основание. К этому основанию еще идет куча-куча разных насадок. Например, вот можно сюда сейчас воткнуть, получится импакт. Либо там мойка есть, либо есть у нас что-то еще цепная пила. Инса у меня здесь, кажется, не сейчас у Шемки. И поэтому товара много, я решил на несколько частей разбить ролик. Но чтобы он очень длинным не получался, сегодня у нас ролик будет чисто такой общий обзор. То есть вы поближе посмотрите, выскажите свое мнение, поделитесь своим мнением. А следующие ролики мы уже поиспытываем данный инструмент. Тем более Интерскол заявляет, что данный инструмент как бы профессиональный. Но я не считаю, что он профессиональный. Хотя, если нужно вам куда-то подняться, ну допустим, профессиональному мастеру, нужно куда-то очень далеко, и лифт еще не работает подняться, тащить весь свой инструмент, знаете сколько у мастеров там, тележки какие, либо взять маленький ящик с кучей насадок и сделать какую-то мелкую работу. Также сегодня мы еще затроем такую тему, как на выставке Сергей Немков мне сказал. Здесь у нас используются боевые упоры. Плотно закрывается очень. Оружейники узнают систему боевых упоров. Вот эти вот вещи, вот. Они, здесь 6 упоров. В карабине М-16, например, упоров 7. В винтовке СВД 3 упора. У АКМа 2 упора. Как в автомате Калашникова. Я взял почти автомат Калашникова, и сегодня вам покажу, потому что я считаю, что, ну, немножко не так. Боевые упоры, это немножко, немножко другое, нежели чем устроено здесь. То есть мы вот эту, как бы, тему и раскроем с боевыми упорами. Также, чтобы вам сегодня было интереснее все это смотреть, сегодня мы разыраем отвертку. Да, я помню по поводу розыгрыша жилеток, вот они здесь лежат. Артур ко мне приедет, там все, так же раскидаем. Просто честно, кто подписан на Телеграм, как бы, ну, времени у меня сейчас нет, вы поняли почему. И так же, кстати, в Телеграме у нас была такая ускритая распродажа данного набора. Только у нас-то целиком, полностью, со всеми насадками шел. Сегодня у нас будет не лайкой, с подписок, с комментоз, а просто на самый популярный комментарий. Ну, то есть, какой комментарий выберет и Ютуб. Я сделаю на неделе через две скрин, прям захват экрана. Выберем самый популярный комментарий, и данный человек получит отвертку Интерскол. Так что, постарайтесь что-то написать. Кстати, вот, предыдущий человек, который выиграл шуруповерт МиниМакс, на самый также популярный комментарий, кто там, кстати, он конкретно написал, там такая вот такая портянка была, и покритиковал по делу, и похвалил также по делу. И поэтому, как бы, кто хочет поучаствовать, ну, немножко так поднапрягитесь и напишите. К тому человеку, даже, кстати, у Артура попрошу, чтобы еще ему Интерскол дополнительный приз выделил. Потому что человек реально там все написал четко по делу. Ну, а мы, ну, а мы переходим к обзору. Так, сначала начнем с комплектации. Варианты поставок и комплектации у них разные. Мы вот конкретно продавали вот таких вот боксов. С бокса мы укладывали вот такие вот лыжементы, а вот уже укладывали разные модуля. Но приходят к нам они вот в таких вот коробочках. Вот это вот получается непосредственно основание. И потом пошли чисто насадки. Вон, насадка гайковерта, МФИ, так сказать, тереноватор. Что тут еще? Шуруповерт и так далее. Я думаю, в дальнейшем, ну, может быть, где-то через месяц, скорее всего, в магазинах. Я стенд еще не поставил, там есть еще такой красивый стенд, там с телевизором. На этом стенде должно быть все развешано. Он также это всем дилерам Интерскол предоставил. То есть, скорее всего, ближайшие, может быть, месяц, может быть, полтора, вы сможете купить в магазине отдельно вот такую тушку. Потом выбрать себе что-то, там гайковерт, либо еще что-то. И потом в магазинах уже по отдельности покупать то, что вам нужно. Там посадовки, не посадовки. Либо купить все сразу. То есть, это все на ваш выбор. Зачем с основанием? Вот она, коробочка поближе. На коробочке указано, сделано в России. И на самом инструменте также указано, что сделано в России. Я думаю, правильно было бы писать, собрано в России. Само основание поближе. Здесь все так же, как в шуруповерте. Тоже ручка с резиновыми вставками. Мотор бесщеточный. Только, смотрите, вот этой части нет, получается, патрона и редуктора. И в верхней части стоит переключатель. То есть, не скорости. А переключает вот эти вот, как сказал Сергей Немков, как бы боевые упоры. И выходит вот здесь небольшая шестерня, которая на пружинке. То есть, чтобы было вам понятно, ставится вот сюда насадка. Здесь получается открыто, закрыто. Сейчас открыто. Вставляется насадка. И фиксируется. И аккумулятор. Снизу можно регулировать обороты. Больше, меньше. Насадки по креплению стандартные. То есть, здесь вот есть выступы. Вот эта часть пластиковая. Вот эта часть металлическая. То есть, получается, когда вот эта вот сюда вставляется. То есть, вот эта часть неподвижная. А вот эта часть передвигается. И фиксирует. То есть, фиксирует сам корпус. А грудячий момент передается через эту часть. Вот она. На металлическая. И входит вот в эту вот шестерню. Именно вот эту часть Сергей Немков сказал, что это надежное крепление боевыми упорами. То есть, получается, вот эта стоит часть. Мы вот эту часть сюда присоединили. То есть, эта часть неподвижна. А здесь металлические вот эти вот выступы. Пускай боевые выступы. Боевые выступы. Заходят за эти и фиксируется корпус. Но боевые упоры это немножко другое. Давайте поближе посмотрим, как они выглядят. Если чего, у меня есть разрешение. Всем жителям Белгорода выдали разрешение. Достаем. Для чего нужны боевые упоры? Смотрите, что происходит в оружии. То есть, когда мы загоняем патрон в патронник. Вот эта часть двигается. Вот эта часть фрезерованная. Двигается, поворачивается. Щелк и закрывается. Короче, как это все выглядит. Ствольная коробка. Затвор. То есть, он получается вот так заходит. И чуть-чуть проворачивается. На затворе имеются боевые выступы. Он проворачивается в боевые упоры. То есть, боевые упоры находятся в свольной коробке. Оп. Зафиксировалось. То есть, все. Он уже никуда не денется. Но, как мы все знаем, когда происходит выстрел, затвор откатывается назад. То есть, сейчас его убрать нельзя. Для чего это сделано? То есть, когда находится пуля в патроннике. Получается, при выстреле парковые газы все равно давят вот сюда. И вот эти сам боевые упоры нужны для того, чтобы удержать саму пулю здесь. То есть, пока газы не дошли в газовую камеру. Потом вышло. Бах. Гильза выскочила. Думаю, как бы разница работы видна. То есть, тут один механизм. А тут работает целая система, можно так сказать, механизмов. Если раз уж так хочется Интерскова называть это боевыми упорами. Давайте мы будем называть это боевыми выступами. Они больше, как бы, похожи на боевые выступы, нежели чем на боевые упоры. Продолжаем. Насадку от импакта вы уже видели. В следующих роликах испытаем. Насадка для шуруповерта. Шуруповерта двускоростная. То есть, принцип такой же патрон. Тут все так же. То есть, устанавливается на саму тушку. И скорости первая и вторая. Вот здесь находится редуктор. Расадка цепной пилы. На ней написано бесщеточный мотор. Почему не мотор, что ли, стоит? По идее, тут редуктор должен быть. Но этому позже увидим. Это, наверное, сделали для большей крутизны. Чтобы сказать, было два вентильных. Также устанавливается. Оп. Все. Можно работать. Также ее испытаем чуть позже. Есть защита. Но от масла, я так понял, сюда никуда не заливается. То есть, она работает на сухую. Придется самому смазывать. По цепи тоже затрудняюсь сказать. Длина шины у нас получается 100 мм. Количество оборотов от 0 до 4000 оборотов в минуту. Линейная скорость 7 метров в секунду. Моделька PCA4. Да и, кстати, вот эти модули, они недорогие. Там они стоят в районе 3 рубасов, там 2000. Я пацанам сейчас не готов сказать, сколько будут стоить. Но они и стоят недорого. Даже у меня, кстати, идея появлялась. Можно сделать чисто вот тушка. То есть, может, акции сделаем. Соберу тушка, чисто садовка. Либо, как бы, инструмент. Что скажете? HM плоскошлифовальный модуль. Также написано, сделано в России, сделано для России. Но, я думаю, скорее всего, собрано это все в России. Запаковываем. Коробка большая, кстати, а модуль маленький. Шкурочки в комплекте идут. И сам модуль. Такой же стандартный привод. Здесь, скорее всего, рюкка стоит. Но это также отдельным видео. Мы все разберем и все покажем. С ней липучка. В установленном состоянии он выглядит вот так вот. Щелк. Оп. Смотри, здесь получается можно и вправо, и влево. А нет, хренушки. Что-то вправо. Не дает нажать. А почему не дает, я думаю, мы позже об этом узнаем. Когда будем разбираться. Скорее всего, здесь что-то, когда втыкается, она не дает нажать, ну, переключить. Переключить момент вращения, так сказать. Насадка винтоверта работает. Как вправо, так и влево. Следующий у нас модуль. Воздуходувка. Так, ой, да еще мешочек есть. Все, больше ничего нет, что еще есть. Расставочка. Тоже по такому же принципу присоединяется. Тут у нас получается, наверное, скорее всего, вход. А вот тут получается выход. И сюда вот устанавливается, скорее всего, вот эта вот трубка. Для чего кольцо? А кольцо, да, вот, чтоб мешочек сюда устанавливать. Вот так вот она выглядит в собранном состоянии. Резиновая. Ставочка, кстати, идет кольцо. Вот сюда вот ставится, фиксируется. Можно сказать, здесь тоже есть боевые упоры. Так же, как с мешочком. Здесь тоже вот есть, видите, выступы. Тоже вот сюда вот так. Оп. Оп. Провернули. И все, все надежно заперто боевыми упорами. Ну, будет. Мелкую пыль какую-то сдует. Теперь вот я не понимаю, зачем здесь мешок. Потому что в другую сторону он не крутится. Просто думаю, он будет как пылесос работать. То есть, как Бортнерского вздуходувка. Она тоже как мини-пылесос работает. Ну, нет. А-а-а, мешок, блин. Наверное, вот так получается. Вот так вот. Все. Все, я понял. То есть, мы сюда мешок вставляем. Да. Она работает еще как мини-пылесос. Ну, как бы мини-мини-мини. Ну, стоит она так же фигню. И еще один такой немаловажный момент. Немаловажный момент будет. Гарантийные талоны. То есть, помимо гарантии вот на эту вот тушку, гарантий идет вот на эти штуки тоже. В каждой идет упаковке такой гарантийный талон. Идем дальше. Следующая насадка у нас. Перф. Шурор Перф получается. Также, кстати, есть гарантийный талон. Вот он. Сделано, что указано. Ну, да. Так же сделано в России. Ну, как бы, ну, кажется, правильно было писать бы собрано. Вот она, эта насадка поближе. Тут все то же самое. Два режима. Сверление и сверление с ударом. Все так же устанавливается. Оп. Зафиксировали. По энергии удара 1,7 джоуля. Ну, я думаю, для бетона как бы это слабовастенько будет. А для аэробела, думаю, пойдет. Так что, мы его испытаем. А вот здесь, так же, вправо-влево. Модуль мойка. Модуль мойка. Так же идет. Собрано. Они сделаны в России уже. Показалось, что собрано в России написано было. Мойка. Сам вот модуль мойки. Здесь принцип такой же. То есть, так же он устанавливается. И в пакетике несколько насадок. Одна. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Вот так она выглядит в сборе. То есть, здесь, получается, у нас струя фигашит. А вот сюда подключается шиланг для воды. То есть, она мини-мойка у нас сама всасывающая. Максимальное давление 3 очка. Как бы модуль мини-мойки. Ну, я считаю, ну, не знаю. Мини-мойкой, как ты ее с трудом назовешь. Мне кажется, это больше, знаете, что... Для чего подойдет. Вот, кто живет в своем доме, и нужно что-то оприскивать. Вот, типа, мини-оприскиватель. То есть, ее нужно было назвать не мини-мойкой, а мини-оприскиватель. Ну, так же, видите, в другую сторону нифига. То есть, это в одном положении. Ну, мы ее испытаем, посмотрим. Но, я думаю, машину ей мыть не вариант. И чисто так вот, потому что там деревья оприскивать, либо что-то еще. Следующий модуль у нас ножницы для травы. Коробочка немножко помялась. Бывает так вот, бывает. Не без этого. Также идет он в гарантийный талон. И сам модуль. И все. То же самое крепление и ножи. И все, в комплекте еще и чехольчик идет для ножниц. То есть, так же, по такому же принципу устанавливается. Зафиксировал. Все. Довольно-таки прикольная тема. Это, вы знаете, где... Ну, куда ни триммером, ни газонокосилкой не подлезешь. Там вокруг рост где-то. Но, я думаю, супруга ваша будет довольна. По характеристикам, количество колебаний у нее от 0 до 1200. Ширина резки 80 миллиметров. Тоже, в одну сторону только. Следующий у нас модуль. Это модуль гайковерта. Все так же. Паспорт, гарантия. И сам модуль. По креплению все то же самое, естественно. Также присоединяется. Указано, заявлено 300 ньютонов. Вот здесь так же и влево, и вправо крутится. Следующий модуль. Многим уже так любимый. Реноватор. Также паспорт. Она не будет доставать с коробки. И гарантийный талон. Сам модуль. То есть, такое же крепление. И в комплекте. Что у нас тут в комплекте? Насадка для работы с деревом. Кстати, есть линейка, довольно-таки удобно. Обычный нож и шлифовальная подошва. И шкурки разные зернистости. Также это все собирается. Оп, фиксируется. И, кстати, да, фиксация у нас полотна идет без ключей. То есть, быстро съем. Рычажок оттянули. И вставили. Также испытаем потом. Кто думал, что уже все? Не, не все. Сабельная пила. Модуль сабельной пилы. То же самое. Гарантийный талон. И сама пила. Все, больше ничего нет. Блин, на пилку не положили. Да, пилки нет. Крепление такое же. Модуль сабельной пилы у нас устанавливается точно так же, как и другие. В боевые упоры. А тут уже в другую сторону нифига. Мы с этим потом разберемся, когда будем разбирать данные модули. Да, кстати, здесь быстрый съем пилки. Так же, по мелочам что-то подпилить в саду. Ну, я думаю, только для сада. Ну, в принципе, я уже какую-то теребяшку отпилить. Но так же для какой-то и такой вот небольшой мелкой работы. По характеристикам максимальное количество 2700 ходов в минуту. И вот все модули, которые были у меня в наличии, закончились. Распродажа у нас, акция на данный комплект была в Телеграме. Кстати, подписывайтесь. Не исключено, что еще раз будет. По поводу боевых упоров, я думаю, понятно. Ну, не совсем это боевые упоры. Ну, даже здесь вот можно так же вот в воздуходувке сказать, что вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот стоят боевые упоры. Вот так тоже забыкается. Ну, здесь нагрузки особой никакой нет. Я думаю, вот есть сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть выступов. Я думаю, они надежно будут держать. Ну, кажется, если вот так вот бить не будете, то да, она сломается. То есть, а просто держать, я думаю, вполне этого хватит. Да, кстати, по воздуходувке я не сказал. 2,8 куба в минуту она качает. Ну, это так. Мангал, кстати, пойдет хорошо разводить. Чего-то со стола продуть, убрать. В комплект вот эти вещи, как я уже сказал, стоят, ну, как бы, относительно недорого. То есть, вот этот комплект, где-то рекомендованная розничная цена, вот, 28 тысяч рублей, кажется. Ну, это в среднем одна насадка там выходит на тысячи две. Две-две с половиной тысячи рублей. То есть, сейчас также в своем магазине, более, кстати, это в интернет Интерскол не хочет пускать, это он хочет чисто по розничным магазинам у дилера, чтобы вот стенд стоял, там экран был, человек подходил, щупал, выбирал. То есть, купил себе вот такое вот основание, и потом уже докупал, что нужна ему эта воздуходувка. Купил воздуходувку. Нужен ему там, допустим, шуруповерт. Купил вот эту насадку, потом подумал, там, и штраву надо покосить чуть-чуть, где-то подрезать. Купил вот эту насадку. Задумка прикольная. На комментарии, которые сейчас будут. Да на Алиэкспрессе, это есть же. На Алиэкспрессе. На Алиэкспрессе он примерно так же стоит. Ну, если там модели, да, да, согласен, стоит дешевле. Покупайте. Покупайте. Вот понимаете, мы вот торгующие там, ну, для вас бариги, вот, такие тупые, что там мы не покупаем. Вот это ждали, да? Хотя уже спрос еще в том году был, вот на это. Вот на это спрос был еще в том году. Все хотели, давай, давай, давай. Мы же такие тупые. Ждали Интерскол пока же появятся. А не заказали на Алиэкспрессе. Точнее, на Алиэкспрессе нам смысла нет заказывать. Есть помимо Алиэкспрессе, куча других сайтов, которые занимаются чисто оптовыми продажами. Ну, и, кстати, некоторые продавцы, китайцы, всех сайтов покупают и продают вам на Алиэкспрессе. Потому что Алиэкспресс это маркетплейс. Но мы же почему-то этого не сделали. Вопросик, почему? Если это вдруг поломается, что вы будете делать? Вы нам, конечно, ну, точнее, в данном случае вы мне напишите, ну, моим сотрудникам. Напишите, вот поломалось, как бы, что мне делать? Мы скажем, ну, высылай нам. Все, и это у нас останется. И я просто смысла не вижу, так же, как и другие. Брать вон там, если бы там было хорошее, мы бы взяли бы там и продавали бы. Потому что там по общей сложности пофиг, что продавать. Лишь бы оно не ломалось, и вы этим радовались. То есть, вот это, ты так понял, человек, наверное, уже 8-10 набора получили. И как бы отзывы положительные. Ну, потом, кстати, кто уже получил, напишите внизу там комментарий, что да как, что понравилось, что не понравилось. Единственное, вот помойки, помойки, я вот не сказал, забыл. Вот это фигня, непонятно. Как бы вот здесь я закрутил, а вот это как ставится? Здесь вроде как тоже что-то накручивать надо. Ну, вот так вот у меня становится. Ну, очень не знаю, потом разберемся. Ну, с мойкой так же, как бы, машину моть и не получится, хотя написано минимойка. Ну, что посуду. Ну, кажется, вот самое ее предназначение, это он фигашить там, оприскивать что-то. Ну, вот так вот. Итак, друзья, в ближайшее время еще будет два обзора по данному, по данному инструменту. Также еще добавится там мини-уши-м есть, также вот сюда ставится, ну, просто у меня сейчас ее здесь нет. Вот, также мы это все, может даже два видео сделаем одно видео и разберу всех, потому что модулей много, видео слишком длинное получится. Модули разберу все, то есть, посмотрим внутри, как они устроены. Либо сначала мы сделаем как бы испытание, просто покажу, как они работают, а потом в следующем видео мы их разберем. То есть, ну, в любом случае, я обзор сделал, потому что тема данная интересна многим. Что касаемо, как профессиональные, это для строителей, для профессиональных, ну, не знаю, это чисто вариант, чтобы было у профессионального строителя, вот, чтобы не тащить там всю кипу своего инструмента, если ему надо там что-то пойти по мелочам сделать, взять два чемодана и пойти что-то сделать, там что-то просверлить, вот. Ну, а так для дома, я думаю, это, блин, прекрасный вариант. Всем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Пока!